Дарья Пашмынцева Среди случаев кори 87% это все непривитые лица, из них 58% по причине отказа по личным убеждениям В этот день Господь пришел креститься на Иордан от Иоанна, хотя не имел в этом никакой нужды, чтобы исполнить свое предназначение, то есть принять все человеческие грехи и искупить их на кресте И дети вот сейчас достойно представили нашу страну, наш город, прославили нас Мне очень нравился этот спорт, он мне казался очень интересным, и сейчас кажется Вопросы дальнейшего развития отрасли электроэнергетики рассмотрели на очередном заседании правительства под председательством премьер-министра Республики Казахстана Алихана Смаилова во вторник Министр энергетики Алмас Адам Садкалиев доложил, что единая электроэнергетическая система Казахстана работает в штатном режиме На сегодняшний день функционирует 220 электрических станций Для обеспечения надежного энергоснабжения экономики и населения страны в ближайшие годы предусматриваются поэтапный ввод новых энергомощностей и модернизация существующих электрических станций Премьер-министр подчеркнул, что электроэнергетическая отрасль является основой жизнеобеспечения и эффективного развития экономики страны Глава государства в своем послании поручил обеспечить ввод дополнительных мощностей в объеме не менее 14 гигаватт Это также необходимо для достижения цели по росту ВВП в два раза Для этого нам нужно опережающее развитие энергетической отрасли На заседании правительства глава Кабмина указал на отстраненность акиматов от работы по развитию региональных электросетей Не контролируется составление и исполнение региональными электросетевыми компаниями своих инвестпрограмм Тому подтверждением является массовое отключение электроэнергии в северных регионах страны в декабре Местным исполнительным органам надо обеспечить координацию деятельности региональных электросетевых компаний На этой неделе акционерное общество Севкосэнерго возобновило работу межведомственной комиссии 18 января прошло ее первое заседание На нем рассмотрели несколько вопросов, включая работу портала городских услуг, а также новую форму единого платежного документа Детали в сюжете По инициативе Горокимата была разработана программа Айкала Наша задача ее максимально довести до наших потребителей Потому что она как раз улучшит коммуникации и взаимоотношения между коммунальными службами и нашими потребителями Речь идет о портале городских услуг, который в начале января запустили в Петропавловске О нем говорили члены межведомственной комиссии, работу которой возобновило акционерное общество Севкосэнерго В ее состав вошли представители группы компаний Аусевкосэнерго, ТОО Кызылжарсу, ТОО Горгазсервис, государственных органов и общественных объединений областного центра Цель комиссии улучшить качество обслуживания и создать комфортные условия для потребителей Такого же принципа придерживаются разработчики нового портала Решением, которое объединяет все городские услуги в единой платформе Такое взаимодействие между жителями города и, можно так сказать, городскими властями, городскими поставщиками услуг Портал также должен служить такой единой точкой входа и доступа для граждан именно в секторе ЖКХ Специалисты ТОО «Интегра» разработали этот проект три года назад Тогда же его успешно запустили в столице Петропавловск стал четвертым городом страны, где адаптировали эту систему Пользователям портала уже доступны 37 услуг коммунальных организаций В будущем их количество увеличится Обсудили участники межведомственной комиссии и новую форму единого платежного документа С его помощью можно единовременно оплатить все коммунальные услуги При составлении новой формы учитывались частые обращения и нарекания потребителей Продолжим программу Района Макжана Жумабаева по социальным вопросам Примерно год был заместителем Акима области Помимо этого трудился в Министерстве культуры и информации Службой центральных коммуникаций при президенте Был директором департамента политической работы центрального аппарата партии Аманат Североказахстанскую область с рабочей поездкой посетила делегация представительства Европейского Союза в Казахстане Напомню, что Кызылжарский, Айртауский, а также Мамлюцкий районы Стали участниками проекта развития аула «Развитие страны» В нашей области его реализуют благодаря финансированию Европейского Союза Основная задача программы – развитие местного самоуправления в селах После посещения Кызылжарского района члены представительства Европейского Союза провели конференцию в областном центре Все подробности в сюжетах В 22-м году разработали, в 23-м году первую часть реализовали Здесь мы поставили за счет бюджетных средств футбольное поле, баскетбольное поле с тартановым покрытием и волейбольное поле с тартановым покрытием Полностью поставили светодиодные фонари На Гранд Европейского Союза местный мастер изготовил несколько металлических беседок Недалеко от спортивных полей с приходом тепла сделают детскую площадку Ее аналог есть в другом районе Бесколя Когда мы его поставили, здесь детей где-то человек 80-90 было Вот самый пик Значит, понравилось им Гранд Европейского Союза помог расширить бизнес у предпринимателей своей пекарни На проектные средства они приобрели новую печь, расширили ассортимент продукции, наняли на работу новых сотрудников Работаем уже полгода, очень нравится, выпекаем хлеб, булочную продукцию, пряники, сухари, печенье, кексы А вот еще один проект, который появился в Бесколе при поддержке Европейского Союза Когда появилась возможность такая участвовать в социальном проекте У меня сразу один только возник проект, это создание центра досуга Шахмат, шашек, торс, кумуляк, комплекты будут здесь вехать У нас более 20 экземпляров Здесь же можно поиграть в теннис для незрячих Центр, который работает полтора месяца, рассчитан для социализации и адаптации людей с ограниченными возможностями Его регулярно посещают до полусотни человек Задача проекта была собрать местные сообщества, обсудить какие есть проблемы насущные, выработать приоритеты И постараться своими силами там, где было возможно предпринимателей привлечь И за счет гранта от Европейского Союза какие-то из этих проблем решить Те деньги, которые получили казахстанские НПО от Европейского Союза Это деньги европейских налогоплательщиков, 250 тысяч евро Проект небольшой, на два года Реализация проекта в трех сельских районах Североказахстанской области Занимались две организации неправительственные Это «Интегрити Астана» и «Ласт Хоу» Снежана Попова приехала в нашу область, чтобы убедиться, что средства Европейского Союза были использованы по целевому назначению Во второй половине дня с участием делегации представительства Евросоюза в Казахстане прошло итоговое совещание Говорили о реализации программы развития аула развития страны в трех районах области На разработку проектов для повышения качества жизни и экономического развития представительство Европейского Союза Выделило 250 тысяч евро Это более 123 миллионов тенге В предыдущие годы на малютку выделялось 55 миллионов, а позже было выделено до 1 миллиарда Город восстановился за один год, улицы были отремонтированы и освещены В центре также восстановлена инфраструктура Есть только одна проблема – это миграция жителей Молодежи не осталось Проект развития аула развития страны реализовывали с 2020 по 2022 год За это время обучение по развитию общества и бизнеса прошло около 200 человек По итогам открытого конкурса в районах реализовано 5 социальных и 9 коммерческих проектов Среди них игровые площадки, беседка, досуговый центр, пилорамный цех, салон красоты, пункт диагностики автомобилей Министерство национальной экономики также уделяет внимание развитию местного самоуправления Концепция по этому направлению разработана до 2025 года 3 января мы к этому концепцию внесли изменения То есть мы туда внесли с учетом уже последних лет С учетом уже проведенных конституционных реформ Мы туда внесли новые мероприятия Тоже можете ознакомиться Потом мы занимались разработкой закона Внедрением прямых выборов Акимов Сельских Акимов И вот буквально 5 ноября прошли пилотные выборы Акимов в районах Краткосрочно двухлетний проект ЕС претворили в жизнь две организации In Polo The Last Hope и Integrity Astana Они сотрудничали с руководством регионов Фондом поддержки предпринимательства Дому и Фондом поддержки сельского хозяйства Продолжим программу Ночью 13 января в пожарную часть номер 4 поступил звонок от жителей рабочего поселка Они сообщили о задымлении в двухэтажном многоквартирном доме на улице Садовой Спасатели прибыли через 4 минуты Эвакуировали 10 человек Причиной пожара стала непотушенная сигарета С которой уснула жительница дома Возгорание быстро ликвидировали Медицинская помощь никому не понадобилась Я благодарю ребят за то, что они нас спасли Меня и ребенка вывели Все хорошо, профессионально сделали Мы живы, мы здоровы Ребята выполнили свой долг Профессионально, по-человечески Я благодарю всех за нашу спасенную жизнь Спасибо, мои хорошие Через несколько дней в Петропавловске снова произошел пожар Но уже с человеческими жертвами Возгорание зафиксировали утром 17 января Пожар произошел в жилом доме, рассчитанном на 4 квартиры Его ликвидацией задействовали 5 единиц техники 27 человек личного состава Огнеборцы эвакуировали 7 человек, 2 из них дети На месте происшествия пожарные нашли тело мужчины 1960 года рождения Спасатели напоминают сверхказахстанцам о неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности При эксплуатации печного и газового оборудования, электронагревательных приборов 15 января в комнате общежития одного из колледжей города Петропавловска Между учащимися первого курса произошел конфликт В результате которого 17-летнему студенту было нанесено ножевое ранение в руку Установлено, что ссора произошла в ходе совместного распития спиртных напитков между ровесниками Полицейские выясняют все детали произошедшего Сотрудниками отделения ювенальной полиции управления полиции города Петропавловска Проводится разбирательство по установлению обстоятельств и мотивов конфликта на почве распития спиртных напитков Произошедшего между учащимися одного из колледжей областного центра По результатам разбирательства будут приняты все необходимые меры для недопущения подобных фактов в будущем В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза По результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение МТРК оценит активность зрителей, которые выбирают наш канал и смотрят итоговую программу Хочу напомнить, что прошлые выпуски вы всегда можете посмотреть на нашем сайте или на ютубе Там достаточно вбить в поисковик МТРК, перейти на канал и выбрать плейлист «Главные темы» с Дарьей Пышмыцевой Спасибо, что остаетесь с нами 75 лабораторно подтвержденных случаев кори зарегистрировали в области с начала текущего года Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ характеризуется сезонным подъемом заболеваемости Большое количество случаев регистрируется в Петропавловске Камила Карим продолжит тему Среди случаев кори 87% это все непривитые лица Из них 58 по причине отказа по личным убеждениям 30 случаев по медотводу и 28 случаев не достигли возраста вакцинации С неизвестным статусом также у нас зарегистрировано 119 случаев, которые не были привиты И неполный курс вакцинации 39 случаев Под медицинским наблюдением находятся 15 активных организованных очагов и 99 домашних Учитывая ухудшение эпидситуации по гриппу, врачи рекомендуют сократить время пребывания в местах массового скопления людей и общественном транспорте Пользуйтесь маской в местах скопления людей, так как вирус гриппа передается не только воздушно-капельным путем Но и через предметы обихода при контакте грязных рук со слизистыми оболочками носа и глаз Регулярно проветривайте помещение, делайте влажную уборку и увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь На сегодня в области привито более 17 тысяч человек Для улучшения эпидопостановки врачи рекомендуют своевременно получать прививки Компания СК Формация в 2023 году обеспечила лекарствами 37 медицинских организаций области Единый дистрибьютор отгрузил 980 наименований лекарственных средств и медицинских изделий В 2024 году количество позиций, которые заказали медучреждения области, немного уменьшилось О работе СК Формации в нашем регионе расскажем прямо сейчас 1571 наименование лекарственных средств и медицинских изделий в прошлом году по заявкам медорганизации Закупила и доставила компания СК Формация На эти цели отечественный дистрибьютор направил 428,5 миллиардов тенге Запах и поставка медикаментов у нас рассчитывается по двум направлениям Это стационарное лекарственное обеспечение, это когда человек лежит в больнице и получает лечение И амбулаторное лекарственное обеспечение, это когда по рецепту в своих поликлиниках По диспансерному учету получают препараты Медицинские организации нашей страны сами определяют свою потребность Подают нам заявку, где указывается название, наименование препарата Его объем, количество, а также его график даже доставки И в соответствии с этими заявками мы как единый дистрибьютор закупаем и доставляем по утвержденным графикам Через 100 СК Формация в Североказахстанской области обеспечивается лекарственными средствами Медицинскими изделиями 37 медицинских организаций Большая их часть находится в Петропавловске За 23 год единым дистрибьютором в адрес медицинских организаций Североказахстанской области В рамках стационарной помощи было отгружено 980 наименований лекарственных средств и медицинских изделий Остановимся на амбулаторном лекарственном обеспечении Было заявлено и отгружено 486 наименований лекарственных средств и медицинских изделий Что касается стационарной помощи на 24-й год Компания СК Формация приобретает препараты и медицинские изделия заблаговременно К примеру, чтобы обеспечить здравницы страны лекарствами в 2024 году, единый дистрибьютор начал закупать их в сентябре 2023-го. При необходимости в течение года медицинские организации могут подавать компании с коформацией дополнительные заявки, чтобы пополнить запас лекарств. Другим темам. Новую информационную систему презентовали на очередном заседании Совета по привлечению инвестиций, прошедшем под председательством первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан Романа Скляра. Национальная цифровая инвестиционная платформа предполагает создание информационной системы по комплексному сопровождению инвестпроектов. Ожидается, что она будет одинаково полезна для всех сторон – предпринимателей, представителей госорганов, финансовых институтов и квази-госсектора. По поручению главы государства, МИД совместно с МЦРИАП ведет активную работу по созданию национальной цифровой инвестиционной платформы. Национальная инвестиционная платформа – это единая информационная система, предназначенная для всестороннего содействия инвесторам. Платформа создана в целях повышения эффективности системы привлечения инвестиций и мониторинга реализации инвестиционных проектов. Главная особенность платформы в том, что она обеспечивает единую точку доступа для всех участников системы привлечения инвестиций. То есть к системе будут подключены ключевые государственные органы, акиматы и квази-госсектор, вовлеченный в процесс реализации инвестиционных проектов. Функционал цифровой платформы позволит полностью охватить все процессы, в том числе государственные услуги, доступные инвесторам в Республике Казахстан. В вопросах привлечения инвестиций и цифровизации государственных услуг является одной из приоритетных и актуальных задач правительства. Подчеркнуто, что национальная инвестиционная платформа разрабатывается в первую очередь для инвесторов. Поэтому она должна содержать все предлагаемые меры поддержки и быть максимально удобной для пользователей. Главная задача платформы – обеспечить эффективное и ускоренное взаимодействие между инвесторами и госорганами по трем основным направлениям. Первое – онлайн-мониторинг всех этапов реализации инвестиционных проектов, автоматизация подачи заявки на инвестиции отраслевыми государственными органами и акиматами и автоматизация подачи заявки инвесторами на реализацию инвестиционных проектов. Кроме того, в данной системе инвесторы могут получить ряд государственных услуг в онлайн-режиме при минимальных контактах с государственными органами. Платформа уже работает в пилотном режиме. Ожидается, что национальная инвестиционная платформа позволит не только упростить многие процессы, но и обеспечить их прозрачность, что значительно повысит инвестиционную привлекательность страны. В этой связи госорганам поручено ускорить завершение ввода платформы в эксплуатацию и внести в систему все данные по инвестиционным проектам. С 15 января 2024 года Российская Федерация отменила ограничение на ввоз животноводческой продукции из Казахстана. Решение принято по результатам переговоров между Министерствами сельского хозяйства Казахстана и России. Импорт отечественной продукции в соседнюю страну был ограничен в январе 2022 года из-за неблагополучной ветеринарной ситуации в ряде районов Казахстана. После двухлетнего перерыва российский рынок открывается для экспортеров из тех зон Казахстана, которые имеют официальный статус благополучных с вакцинацией от Всемирной организации по охране здоровья животных. По остальным регионам работа продолжается. Экспортировать в Россию можно говядину, баранину, свинину, молоко и молочную, мясную продукции. При этом в Минсельхозе отметили, что импорт в Казахстан из России намного превышает казахстанский экспорт. Глава ведомства Айдарбек Сапаров акцентировал внимание на необходимость увеличения поставок казахстанских продуктов на рынок России. Работа по снятию барьеров для экспорта казахстанской продукции ведется в рамках поручения главы государства. Это важный шаг для аграрных отраслей Казахстана и России, который способствует укреплению торгово-экономических связей между нашими странами. На этой неделе православные отметили крещение Господне. Для верующих это очень важный праздник. Он дает возможность подумать о Всевышнем, а еще об очищении мыслей и души от всего плохого через окунание в купель и молитвы. Команда МТРК разделила эти волшебные моменты с православными сверхказахстанцами. По глазу от пьющего в пустыне, уготовайте путь Господень. 19 января православные христиане отмечают крещение Господне. Оно является одним из древних церковных праздников. В этот день соединяются Ветхий и Новый Заветы. Согласно священным писаниям, вода – это начало жизни, источник Божьей благодати. В половине девятого утра священнослужители провели Таинство освящения воды. С праздником всех православных северказахстанцев поздравил секретарь Петропавловской и Булаевской епархии Сергий Первушин. Дорогие братья и сестры, я всех сердечно поздравляю с праздником Крещения Господня. В этот прекрасный день мы снова пришли на местный наш водоем реку Ишим для того, чтобы посвятить воду. Потому что в этот день, как мы говорим, вот освящается естество. То есть в этот день Господь пришел креститься на Иордан от Иоанна, хотя не имел в этом никакой нужды. Но для того, чтобы исполнить свое предназначение, то есть принять все человеческие грехи и искупить их на кресте. Считается, что освященная вода обладает целебными и благодатными свойствами. В день праздника Богоявления люди приходят на реку, чтобы набрать святыни домой. Многие северказахстанцы изъявляют желание погрузиться в крещенскую прорубь. Каждый год в основном купаюсь. Вот когда сильные морозы, когда не пускали, тогда пропуски были. А так каждый год в основном. Уже четвертый год, получается, кунаюсь. Все прям классно. Всех поздравляю с крещением. Всех благ. Поздравляю всех христианин с праздником, с великим праздником, с крещением Господним. Желаю всем здоровья, счастья и побольше веры в Бога. Каждый год купаюсь с праздником вас всех, с крещением православным. Данная традиция не предписывается церковным уставом. Придумали ее простые люди. Священнослужители говорят, что треекратное погружение в Иордань не освобождает человека от грехов. Сегодня в этот день многие приходят на реку, набирают воду. Кто-то хочет искупаться целиком. Поэтому одно могу сказать, что это просто благочестивая традиция в этот день искупаться. Никакого здесь догматического смысла нет. Грехи в купеле не прощаются. Они прощаются только в таинстве исповеди, в таинстве покаяния. Люди, имеющие медицинские противопоказания, могут окунуться в крещенскую воду дома. Для этого будет достаточно просто принять ванну. Волшебными свойствами в этот день наделяется вся водная стихия. Гордость нашего города. Ансамбль «Карлыгаш» вернулся из Москвы с победой. Ребята заняли первое место на международном конкурсе «Московское время». На вокзале танцоров встретил и поздравил с победой Аким Петропавловска, друзья и родные, а также съемочная группа МТРК. Стоит отметить, Казахстан единственная из приглашенных стран. Мы, конечно, переживали, но наши номера отличались от тех, что показывали там. Почему? Потому что в основном Россия выступала, вся Россия, начиная от Владивостока и кончая Краснодаром, приехали на этот конкурс. Поэтому мы отличались от наших русских ребят танцем, потому что мы показали свой колорит, свой казахский танец. И они были удивлены. Поздравить ребят с победой приехал Аким города Петропавловска. И дети вот сейчас достойно представили нашу страну, наш город, прославили нас. Поэтому хочу поздравить детей с победой. Хочу вам пожелать успехов в учебе, самое главное здоровья и будущих побед еще. Конкурс «Московское время» собрал порядка полутора тысяч участников. 21 из них – североказахстанцы. София в доме на много лет занимается танцами. По ее словам, соперники были очень талантливыми, но победу наши ребята отдавать не собирались. Любовь к танцам у меня появилась лет с трех. Мы очень готовились к этой поездке. Долго готовились. Было много разных коллективов. У всех были разные танцы. У кого-то гимнастические, хореографические и даже народные. Даже был вокал. Но наш ансамбль не сдался и забрал первое место. Ансамблю «Карлагаш» более 50 лет. За это время команда успела принять участие во многих республиканских и международных конкурсах. Ансамбль в основном у нас исполняет народные танцы, то есть танцы народов мира. Конечно же, казахский танец. Группа, которая сейчас ездила на конкурс в Москву. Ездили уже на самом деле не первый раз. Они побывали у нас в Алмате, были в Шенкенте, по-моему, были в Астане. Но вот такая самая запоминающаяся, наверное, яркая поездка была у них. Это сейчас, конечно же, в Москву. Ребятам вручили дипломы и кубки. Также они получили приглашение на конкурс, который пройдет лето в городе Топсе. В планах у ансамбля поездка в Санкт-Петербург 24 марта. Необычное увлечение. Учащийся 1-й гимназии Егор Папст собирает средства индивидуальной защиты. В коллекции школьника есть отечественные иностранные противогазы. Команда МТРК встретилась с шестиклассником, чтобы больше узнать про его хобби. Это не противогаз, это шлем летчика. И имеются вот такие очки, респиратор и шлем летчика. Все расскажет и покажет. Учащийся 1-й гимназии Егор Папст собирает средства индивидуальной защиты. В коллекции шестиклассника более 30 экземпляров. Имеются также книги по гражданской обороне. Интерес к этому делу проснулся после знакомства с историей Чернобыля. Мое влечение противогазами началось с того момента, когда я увидел передачу про Чернобыльскую атомную электростанцию. Я обратил внимание на людей в противогазах. Позже узнал, что это ликвидаторы, то есть люди, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии. Первый противогаз в моей коллекции подарил мне папа ГП-5. Следующий противогаз ГП-4У подарил друг дедушке, который являлся ликвидатором последствий. Вот именно с этих противогазов началась моя коллекция. Я буду больше покупать всяких противогазов иностранных и буду больше развивать свою коллекцию. Богатые коллекции школьника заинтересовались в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям. По словам сотрудников, такой пылкий интерес у молодого поколения они встречают редко. С нами связался военный рук данной школы, дал информацию, что есть такой ученик, который интересуется информацией в сфере гражданской защиты, интересуется чрезвычайными ситуациями. Мы тут же связались с данным учеником, с учителями, попросили организовать выставку. В данной выставке тоже приняли свое участие. Также в дальнейшем будем поддерживать, делиться с ним знаниями. В коллекции Егора как отечественные, так и иностранные противогазы. В дальнейшем сотрудники департамента планируют привлекать юного коллекционера для участия в мероприятиях и выставках, посвященных гражданской обороне, чтобы о его работе узнало больше людей. Более 120 ребят участвовали в чемпионате области по лыжным гонкам. Трехдневный турнир для юнош и девушек проходил с 15 января. Участники боролись за путевки на республиканские состязания. За одним соревновательным днем наблюдала наша съемочная группа. В поселке Барки завершается чемпионат области по лыжным гонкам среди юношей и девушек. Трехдневный турнир проходит с 15 января. Возраст участников у нас первая группа 6-7, потом 8-9, 10-11, 12-й год и моложе. Соревнования проводятся ради популяризации лыжного спорта в области и также для отбора более перспективных спортсменов на участие в чемпионате РК по лыжным гонкам. На первом месте пока идет Акаинский район, на второе место интернат, третье – Дюша Байбулова. Настрою спортсменов боевой. Каждый хочет быть первым в таком сложном виде спорта. Участвуют в турнире ребята из семи районов области. Всего более 120 человек, в их числе 15-летний Сергей Кравец. Он занимается лыжным спортом уже почти 9 лет. В лыжи я пришел, ну просто пригласили в лыжи, когда был маленький. Ну мне понравилось, ну и все пошло. С этого и началось все. Я иду к цели, к своей, чтобы стать заслуженным тренером. В первый день турнира состоялись гонки в классическом режиме на дистанции 7,5 километров для юношей и 5 километров для девушек. Во второй день спортсмены соревновались в свободном стиле. Завершился чемпионат смешанными эстафетами. Я занимаюсь лыжами, я занимаюсь биатлоном уже 6 лет. Мне очень нравился этот спорт. Он мне казался очень интересным, да и сейчас кажется. Участники, показавшие наилучшие результаты, отправятся на республиканские соревнования в составе сборной Северо-Казахстанской области. Так быстро время нашей программы подошло к концу. Увидимся ровно через 7 дней. Я и мои коллеги расскажем вам еще больше интересных новостей. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»